Рыскуль Умерзакова 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 Да, судебным способом квартально определяется задолженность по лимитам, то есть ежемесячно она растет, согласно закона. И при обнаружении этого должника, что он работает, мы либо направляем на заработную плату, либо предоставляем ему требования, чтобы он выплатил полную сумму. — Если, например, при разводе ребенок остается с бывшей супругой, и она при разводе пишет отказ от взимания алиментов с бывшего мужа, а через какое-то время, например, она предъявляет ему требования к алиментам, как в этом случае поступают судебные исполнители? — Если выносится решение, уже после этого взыскатель обращается в судебную исполнительную с отказом от взыскания дальнейшего алимента, она напишет заявление, и дальше судебный приказ прекращается и возвращается в суду. — Оно не может быть начато вновь, оно сразу прекращается. Может, если взыскатель может постановление обжаловать, но заявление написано ей собственноручно, и судом, мне кажется, что возобновить дело невозможно. — Невозможно, да. — Еще вот такой вопрос. Были ли у вас случаи, когда алименты требовали от своих жен мужья, которым оставляли они детей? — Есть на исполнение, но малое количество. По должникам проходит женщина, то есть мать детей, по взысканию в пользу отца. Исполнение в основном с зарплатой идет, а в некоторых случаях, когда уже взыскание идет женщин в пользу органа опеки. — Спасибо большое, спасибо большое, Рыскуль. Хотелось бы напомнить, что в нашей студии была руководитель отдела по взысканию алиментов департамента юстиции Рыскуль Умерзакова. Большое вам спасибо, ну а зрителям доброго дня.